Общую оценку работы полиции за 2012 и первые три месяца 2013, по мнению докладчика, можно назвать удовлетворительной. Такая уверенность здесь ждется исключительно на фактах, которые и представил депутатом Владимир Маслов. Так, основной показатель – раскрываемость у нас выше, чем средние цифры по Кузбассу. Если по области это 60% от всех совершенных преступлений, то в Ленинске – 75%. Если говорить о деталях, то ситуация выглядит так. Положительными факторами является достаточно низкий уровень насильственной преступности. Их доля, в общем, количестве совершенных преступлений составляет менее 5%. Более чем на 70% сократилось количество зарегистрированных убийств. Серьезным плюсом в работе полиции стала и борьба с незаконным оборотом наркотиков. В 2012-м их изъято в два раза больше, чем в Кемерове и в три раза больше, чем в Новокузнецке. Кроме того, на 28% сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений. В том числе, благодаря постоянным рейдам в вечернее и ночное время. Докладчик говорил и о минусах. Среди негативных факторов можно отметить такие. Высокий уровень повторной преступности. Практически 70% преступлений совершается ранее судимыми. Ранее совершавшими преступления. А также высокого уровня совершающих преступления лиц с низким уровнем дохода. И как следствие в большей степени в общем вале преступности преобладающих преступления имущественного характера. Это больше 50%. Другой негативный момент – появление новых видов мошенничества с использованием информационных технологий. Несмотря на то, что об этом постоянно предупреждают все СМИ, жертв меньше не становится. Владимир Маслов отметил также, что в работе полиции ставку нужно делать на профилактику. И в этом серьезно помогает сотрудничество с членами общественного совета. Проведен открытый урок в школе номер 7. Приглашение ветеранов Министерства внутренних дел, а также встреча учащихся старших классов школы номер 38. Судент-дохринский студенческого горно-технического колледжа с ветеранами и действующими сотрудниками следственных разделений нашего отдела. Работу в этом направлении необходимо продолжать. В частности, для снижения подростковой и латентной преступности, сокращения угонов и грабежей. Повысить показатели поможет и приобретение новых камер видеонаблюдения по программе «Безопасный город», а также установка на то, чтобы любые строящиеся и уже действующие объекты, равно как и дворы и многоквартирных домов, в обязательном порядке были снабжены такими камерами. По окончании доклада Владимир Маслов ответил на вопросы депутатов. Почему некоторые участковые не являются даже на советы профилактики при учебных заведениях? Не взяли более плотно сотрудничать с казачеством при охране правопорядка? Когда найдут управу на владельцев скутеров? И самый насущный вопрос, что делается для сокращения употребления молодежью курительных смесей? Вся проблема возникает, если мы говорим о курительных смесях, это в проведении экспертизы. Сегодня, это не секрет, движение наркодилеров и лиц, которые торгуют этой заразой, оно продвигается все быстрее и быстрее. Сегодня в запрещенных веществах, которые приняты, есть определенное отставание. Сегодня определенные составы не входят в наркотические вещества. И проводя те или иные экспертизы, мы получаем в том, что это не является наркотиком. Не только этот, но и другие ответы на многие заданных вопросов зависят от изменения российского законодательства. Это касается и скутеров, и сокращения числа полицейских на 22% и многого другого. Тем не менее, результаты работы в общем и целом налицо. И сейчас важно не только удержать планку, но и добиваться новых позитивных показателей.